Кузнечик Дональд Биссет Кузнечик Дэнди Жил-был на свете кузнечик, ужасный гордец. Звали его Дэнди. Ещё когда он был маленьким и только учился прыгать вместе с другими кузнечиками, он всегда прыгал выше всех. Но учитель говорил ему, Дэнди, ты должен учиться не только большим прыжкам, но и маленьким. Нет, отвечал Дэнди, я кузнечик особенный, не как все, и я люблю только большие прыжки. Так он и не научился делать маленьких прыжков. Однажды он вышел из дому попрыгать и повстречался с улиткой Оливии. Не надоела тебе такая медленная жизнь? Спросил он её. Целый день ползёшь и ползёшь с собственным домом на спине. Ну что ты, — ответила Оливия, — я люблю ползать. Мне очень нравится быть улиткой, особенно когда идёт дождь, А у меня в раковине уютно и сухо, и потом я никогда не опаздываю домой. Дом всегда при мне. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду? Быть улиткой так интересно. Что ж, — сказал Дэнди, — о вкусах не спорят. Привет! И он запрыгал прочь, очень гордый с собой. Он и в самом деле был прекрасный прыгун. Все кузнечики хорошие прыгуны. Но Дэнди мог прыгнуть на тридцать сантиметров. Это огромное расстояние, если учесть, что сам он был в десять раз меньше. И всё-таки кое-чего он делать не умел. Не умел делать маленьких прыжков. Он не мог прыгнуть на пятнадцать или на десять сантиметров, только на тридцать. Прыг и тридцать сантиметров позади. Пока он разговаривал с Оливией, пришло время обедать. И Дэнди поспешил домой. Он был уже у самого дома, всего в каких-нибудь десяти сантиметрах. Но попасть домой никак не мог. Потому что сколько он не прыгал, он каждый раз перепрыгивал через свой дом. Ведь он не умел делать маленьких прыжков. Бедняжка Дэнди уже начал терять терпение и ужасно злился. Но тут на счастье появилось. Кто бы вы думали, улитка Оливия со своим домиком на спине. — Вот видишь, Дэнди, — сказала она, — улиткам тоже есть чем гордиться. По крайней мере, домой они попадают без всяких хлопот. У Оливии было доброе сердце. Почти все улитки добрые, если только не встанут с левой ноги. И она предложила Дэнди. — Влезай ко мне на спину, я отвезу тебя домой. Дэнди очень обрадовался. Он тут же сел на нее верхом, и улитка повезла его к дому. — Благодарю тебя, Оливия, — сказал он. — Теперь я сам вижу, что большие прыжки — это еще не все на свете. Дэнди очень обрадовался. Дэнди очень обрадовался. Дэнди очень обрадовался. Погнал, огромный ф lava. Если ты друга не встретил пока Жаль, жаль, жаль Не похож на цветной лук Если рядом с тобой, друг Дружбе всюду открыт путь Дружбе верим всегда, будь Песня всегда забирает друзей Круг, друг, круг Мурый ленек может сделать светлее Друг, друг, друг Мир похож на цветной лук Если рядом с тобой, друг Дружбе всюду открыт путь Дружбе верим всегда, будь